Здравствуйте, меня зовут Дулов Евгений, я работаю в Казанском государственном университете на кафедре физики твердого тела в лаборатории ядерной физики. Сейчас я прокомментирую несколько сцен из фильмов, в которых показаны ядерные взрывы. Что? Что это? Они сделали это! Они сделали это! Ганн и Штрансман в Германии! Они расщепили ядро урана! Бомбардировка нейтронами! Это ядерное деление! Они сделали это! Они расщепили атом! Это невозможно! Я собираюсь повторить это! Видишь, это невозможно! Очень элегантно! То, что написано формулами на доске, понять трудно. То есть, относится это вообще к физике ядра или нет. Есть фразы отдельные, слова. Вот, скажем, ядро урана – это сфера радиуса. R – пропорциональная. И дальше я не понимаю, что написано. То есть, лямбда – вертикальная черта Т. Вот радиус ядра, он пропорционален массовому числу в степени 1 на 3. Вот я бы ожидал увидеть эту формулу. Первая теория деления ядер, она была сформулирована в рамках капельной модели ядра. И капельная модель ядра, у нее есть такие формулы, которые хорошо запоминаются, их легко узнать. Вот я их здесь не вижу. Эти импульсы деления очень мощные. Я видел три таких импульса за последние 10 минут. На одной теории далеко не уедешь. Выпариваются лишние нейтроны, которые могут быть использованы для расщепления других атомов урана. Цепная реакция. Простите, о чем? О чем мы все думаем? Бомба! Ну, может показаться, что что-то здесь не так. Наблюдают какие-то импульсы на осциллографе. Но вот действительно ядерная физика, она такая внешняя, не проявляется на исследовательских этапах, как в самом конце, когда взрывают ядерную бомбу. При делении ядра урана вынужденным образуются осколки очень энергичные. Позже метод, с помощью которого Ганн и Штрасман наблюдали эти осколки, и вот как показано в этом фильме, он превратился в метод регистрации нейтронов. Энерговыделение в реакции деления невозможно перепутать с энерговыделением, например, в реакции альфа-распада. Эта величина где-то там в 50 раз больше, на 2 порядка больше. Мы все вошли в эту комнату, зная, что атомная бомба возможна. Как насчет того, чтобы выйти из нее с чем-то новым? Например? Вместо урана или плутония мы используем водород. Тяжелый водород. Дейтерий. Мы сжимаем атомы вместе под большим давлением, чтобы вызвать реакцию синтеза. Кроме реакции деления, ядра при которых выделяется большое количество энергии, возможно еще реакции синтеза ядер легких. Если мы объединяем, как сказано в фильме, два ядра дейтерия, мы можем получить ядро атома гелия, четвертый изотоп. При этом будет выделяться количество энергии на единицу массы топлива термоядерного большее, чем в случае реакции деления. Термоядерные бомбы возможны. Это, я думаю, понимали прекрасно уже в конце 30-х годов. Но для того, чтобы запустить эту реакцию, нам, в отличие от незаряженных нейтронов, которые приближаются к ядрам, и нейтроны могут быть любой энергии, нам нужно теперь сблизить две заряженные частицы. А это сделать очень непросто. То есть их нужно сблизить очень сильно. В масштабах атома нужно сблизить их на расстояние где-то на 4, порядка меньше, чем размер атома, чтобы у нас включились в игру силы ядерные, которые связывают частицы внутри ядра, нуклоны. И понятно, как это можно сделать, если разогреть вещество до очень высоких температур, то такие вот события возможны. 20-30 тысяч погибших. Да, но не стоит недооценивать психологическое воздействие атомного взрыва. Огненный столб высотой 3 километра. Смертоносные нейтронные эффекты в радиусе 2 километров во всех направлениях от одного единственного устройства. Ядерный взрыв, он отличается от взрыва обычного, той же самой мощности. И у ядерного взрыва есть дополнительные поражающие факторы. Это световое излучение, вспышка световая и проникающая радиация, которая появляется в момент взрыва, когда происходит цепная ядерная реакция. Это большое количество нейтронов, гамма-квантов, которые оказывают поражающий эффект. Ну, кроме этого, есть еще другие факторы поражающие, с которыми столкнулась Хиросима и Нагасаки. Это радиационное загрязнение местности, которое произошло чуть позже, с выпадением осадков. Причем подрыв делался намеренно на... Это был не наземный взрыв, а подрыв делался на высоте нескольких сотен метров. Именно для того, чтобы разрушить как можно большее количество зданий, построек. То есть так лучше работает ударная волна. Первое испытание Тринити, первый подрыв атомного заряда, ядерного заряда, это был подрыв имплазивный. Имплазионная схема использовалась для того, чтобы обжать со всех сторон плутоний 239-й, и чтобы запустилась цепная ядерная реакция. Она должна иметь такую симметрию сферы. Заряд, который погружают, или это может быть не заряд, что это непонятно, он должен иметь тоже сферическую форму. Поэтому вот здесь этот момент фильма странный. Это скорее походит на элемент пушечной схемы, где одним куском урана выстреливают другой кусок урана, и там сферическая симметрия уже вовсе не обязательно. Заряд плутония, его нужно равномерно обжать со всех сторон, чтобы он уменьшился в объеме, преодолел порог критической массы, и затем произошла цепная ядерная реакция. То есть это обжатие проще всего сделать, когда у вас все симметрично со всех сторон. Чем равномернее будет это обжатие, тем выше шанс на успех и в Манхэттенском проекте, и просто большее количество плутония успеет прореагировать. Так, стоп-стоп! Все на матрасы! Положите матрас туда, под него! На случай, если упадет вся конструкция, чтобы также уменьшить шансы на то, что произойдет что-то плохое. Здесь можно было видеть ту самую сферическую симметрию, то, что сам заряд, он напоминает шарик. И сегмент, последний, которым закрывали бомбу, он тоже напоминает элемент имплазионной схемы, то есть это взрывчатое вещество, которое имеет определенную форму для того, чтобы ударная волна, она максимально эффективно использовалась, то есть максимально эффективно сжимала ядерный заряд, заряд плутония. А что Ферми имел в виду под воспламенением атмосферы? Но у нас был момент, когда казалось, что цепная реакция от атомного устройства может никогда не прекратиться. Подождите, вы хотите сказать, что есть шанс, что когда мы нажмем эту кнопку, мы уничтожим мир? Ничто в наших исследованиях, проведенных за три года, не подтверждает этот прогноз, кроме как в качестве самой малой возможности. Та самая идея Тейлера в атомоядерных реакциях. Можно представить себе, что ядра азота будут сливаться и будет получаться 14-й элемент из таблицы Менделеева, кремний. Это будет термоядерная реакция с выделением энергии. И если этой энергии достаточно для того, чтобы поддерживать температуру горения, только теперь уже ядерного горения, термоядерного, то такая цепная реакция потенциально возможна. Если концентрация атомов азота очень большая, то самоподдерживающаяся реакция такая вполне возможна. Чего бы и нет. По этой причине, кстати, испытание царь-бомбы, которое изначально было рассчитано на 100 мегатонн, то есть это сведения, которые я слышал из различных, из документалистики, что намеренно заряд царь-бомбы был уменьшен до примерно 50 мегатонн, 57 кажется. Как раз опасения были похожи, что слишком большая мощность ядерного взрыва, термоядерного, она может привести к возгоранию атмосферы. Ну, а это глобальная катастрофа. Сейчас экспериментальный опыт накоплен достаточно, и то есть нет, слишком мала концентрация ядер, которые могут прореагировать, поэтому такая реакция не происходит. Но в тот момент, вот как говорят в фильме, даже маленький, но отличный от нуля шанс, это все-таки шанс. И было страшно, наверное, людям. И здесь работает закон обратных квадратов расстояний, то есть мы удаляемся от эпицентра, делаем расстояние вдвое больше, у нас воздействие падает в четыре раза, так же, как освещенность поверхности. То есть число частиц, которые попадают на человека, на что-либо, оно уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния до эпицентра. Плюс поглощение в самом воздухе, в среде. Ну, поэтому там простейшие способы защиты, что-то, что находится на пути между эпицентром и человеком, позволяет это воздействие снижать. Вполне реалистично. То есть сначала это очень яркая вспышка, на которую просто нельзя смотреть, потому что будет выжженность сетчатка глаза. По воспоминаниям людей, которые участвовали в испытании Тринити, это был неестественно белый свет. Очень яркий, ослепительно яркий. Ну, и предсказать это уже могли. То есть используют способы защиты. Не смотреть на взрыв, смотреть через сварочное стекло. Ну, а затем здесь следующий этап – это светящийся шар, который здесь не очень показан. Шар из светящегося атмосферного воздуха. А затем это подъем вверх больших масс пыли, той самой нагретой, которая формирует ядерный гриб Султан. Ну, вот здесь все это более-менее показано. Лежи! Взрыв больше напоминающий химический взрыв. Область, в которой происходит полное разрушение и смертность, она составляет около 90% среди людей. Это для ядерного заряда мощностью 20 килотонн, энергозапасом 20 килотонн, она составляет область радиусом 1 километр примерно. Но если использовать какие-то простейшие даже укрытия, то эти укрытия позволяют избежать действия как ударной волны, так и световой вспышки, и выживаемость очень сильно увеличивают. Если я правильно помню, вот этот радиус полного уничтожения в случае использования простейших элементов защиты, бункеров, он уменьшается в разы, в 5-7 раз примерно так. Теоретически могли, да. Всему личному составу осталась одна минута до взрыва. Нет, хреновы дела. Ну, такие испытания действительно проводились с манекенами, с искусственными поселками, с манекенами людей, с животными. 5, 4, 3, 2, 1, 0. То, что сделал Диана Джонс в этих условиях, наверное, это было самое правильное решение. То есть он использовал простейшие средства защиты от светового излучения. Холодильник обгорел, вот мы видим по кадрам. И ударная волна тоже будет ослаблена, особенно если холодильник сделан хорошо, прочный. Ну, вот дальше показывают кадры, где этот холодильник летит от поселка и как пушечное ядро приземляется уже за машиной. Вот, наверное, такое труднее всего пережить, когда холодильнику сообщен такой импульс, вот, и когда он такая энергия, и когда он потом ударяется о землю. Ну, странно, что Индиана Джонс не получил никаких травм. Ну, кратковременная вспышка, она зависит от мощности, длительность ее зависит от мощности ядерного заряда. Ну, вот здесь, по-моему, вполне правильно показано, что под действием света начинает испаряться тонкий слой с поверхности земли, такой дымок появляется. Вот, это ослепительно яркая вспышка. И затем следует ударная волна. Через некоторое время. Ну, в фильме это происходит очень быстро. Смущает здесь только вот, это сон Сары Коннор, что она загорается и горит, как мы привыкли видеть огонь. Ну, и вот здесь такое, языки пламени на Саре Коннор выглядят не очень правдоподобно. Обугленные островы людей, жителей города, вот они выглядят более правдоподобно. Примерно то же самое было и в Хиросиме Нагасаки, где вот людей оставались тени на стенах зданий. И в конце также действия ударной волны, ну, тоже непонятно, почему скелет остался, а мягкие ткани были сметены ударной волной. Тоже выглядит не очень правдоподобно, но это все-таки сон, поэтому почему бы нет. Сам заряд не бомба в целом, а именно заряд, действительно, он очень небольшой по размеру, плотность урана высокая, больше, и плутония тоже больше, чем 20 грамм на сантиметр в кубе. Масса заряда небольшая, достаточно для урана, это пару десятков килограмм, для плутония это меньше, там около 5 килограмм. И, ну, здесь, в этом отношении все верно. Здесь проявляется вот тот самый масштаб энерговыделения в ядерных реакциях, который для деления ядер урана, плутония, он на 8 порядков больше, чем в реакциях химических, то есть в 100 миллионов раз больше. А вот некоторые ваши молодые сотрудники Абрам Феодорович сообщают нам, что в западных журналах перестали печатать статьи по атомной физике. На основании этого они делают вывод, что работа засекречена. Почему, спрашивается? Возможно, чтобы не давать материала немцам. Они опасаются, что немцы развернут работы над бомбой. Может, и американцы с англичанами сами тоже приступили к работе? И нам, товарищ Сталин, очевидно, пора бы подумать об этом. Действительно, так и было. После открытия младших супругов Кюри и Энрика Ферми по поводу того, что у нас там еще дополнительные нейтроны в результате реакции деления появляются, публикации о ней пропали скачкообразно, пропали из печати. Благодаря, в том числе, вот таким наблюдениям Флёрова, наверняка были и другие физики, которые это заметили, советский атомный проект, он стартовал вовсе не после испытания Тринити. Он стартовал раньше. То есть об этом начали думать раньше. Но всерьез, конечно, работы под руководством Берии, они начались уже после того, как первый ядерный взрыв успешно произвели. Для выявления максимального эффекта атомной бомбы избранные объекты должны представлять тесно застроенную площадь на равнине. Желательно деревянные постройки. Они создают дополнительный эффект из-за пожаров. Чтобы воздействие бомбы было достаточно наглядным, цель следует выбирать из объектов, которые еще не подвергались массированной бомбардировке. И подрыв был на высоте в несколько сотен метров для того, чтобы сделать разрушения максимальными. И, конечно, деревянные постройки, они будут разрушаться лучше, они будут загораться под действием нагрева той самой световой вспышкой. Ну, как там у тебя? Порядок. Гуляем! Попробуем опустить. Гуляем! Ну, что у тебя еще? Блоки еще нужны? Ну, конечно, нужны. Давай-давай-давай-давай-давай. Вот так. Это первый исследовательский советский ядерный реактор, который запускал Курчатов, если не ошибаюсь, в городе Обнинск. Это повторение результатов Энрика Ферми с 1942 года. То есть первый исследовательский реактор вообще был запущен в городе Чикаго и представлял собой такие перемежающиеся блоки из графита и оксида урана или солей урана, точно не помню. И из-за сходства с обычной деревянской полейницей он так и был назван, Чикагская полейница. Сейчас это музей. Сейчас будет пуск. Всем выйти. Игорь Васильевич, разрешите присутствовать, мы поможем. Нет, спасибо. Я сказал всем удалиться. Вот здесь показано, видимо, что Курчатов понимал, что это опасный эксперимент, что если что-то пойдет не так, то люди будут облучены летальными дозами, поэтому он просил остаться. Минимальное количество людей. Первый поднят. Поднимаем. То, что мы слышим щелчки этой регистрации нейтронов, по которому можно судить о том, размножаются у нас нейтроны в рабочей зоне реактора или нет. То есть можно услышать, как работает ядерный реактор. И уже потом пронаблюдать нагрев там рабочей зоны. Ой, ребят, на что расщепляется уран? На баре. А еще? На баре. И еще раз на баре. Слыхали? А у Бора сейчас Конгресс послал в взаимодействии. То у Бора. А у нас? А что у нас? У нас сейчас антракт. Вся вот надежда на нас. Все равно мы обгоним американцев. Это почему же? Потому что физики, папаша, всегда были против невежества и реакции. Еще со времен Галилея, когда ваша церковь мучила его. Ну, не наша. В общем, не важно. Ваша. Ваша, папаша. Так что я говорю, сейчас все зависит от физиков. Вся судьба человечества. При делении урана, кроме бария, получается еще криптон. Это очень просто. Атомный номер урана 92, бария 56, значит, остается 36. Верно? Это и есть криптон. Ну, это наиболее вероятный канал деления с появлением бария и криптона. Поэтому барий, ну, распадаясь, он дает нам хорошо известный техногенный изотоп Цезий-137. Вот. Вообще, возможны разные исходы реакции деления. То есть, могут получаться разные ядра. Есть такие картинки с вероятностями в логарифмической шкале. Ну, да. То есть, уран чаще всего делится на два осколка с неравной массой. Поэтому есть причина физики. Ядра. То есть, как комментарий Курчатова совершенно верный. Если уж получился барий, значит, не может еще раз получиться барий просто по закону сохранения заряда. Есть документальные кадры первых испытаний советской атомной бомбы. В чем-то похоже. Ну, правдоподобность ничуть не хуже, чем в фильме «Оппенгеймер». Здесь показан светящийся шар, например. Вот. Ну, и как для меня самое интересное здесь это волнение Курчатова, так же, как и волнение участников Манхэттенского проекта получится или нет. Потому что на карту было поставлено очень многое. Курчатов, ну, я думаю, в тех условиях, в те времена он рисковал очень многим. То есть, если бы проект не удался, ответственность вся лежала на нем. Как на руководителе, научном руководителе проекта. где майор конк? Ну, походит на правду по размерам. то, что вряд ли бы удалось человеку, сидящему на бомбе, которая сброшена с самолета, вот так махать руками. Его бы просто, ну, как аэродинамика бы сработала так, что его бы просто прижало, и он бы не смог двигаться. Бомбы, которые сбрасывают с самолетов, они должны иметь парашютную схему сброса. Потому что самолету-то нужно уйти из эпицентра. если ее просто сбросить, и она вот так вот взорвется, самолет просто пропадет, он не выживет. Вот если посмотреть, как испытания царь-бомбы проходили, там раскрывается парашют, бомба медленно падает, самолет успевает улететь далеко, и происходит взрыв. Господин президент, не стоит отказываться от шанса сохранить свет человеческой расы. Радиация не проникнет в шахту глубиной в тысячу футов. А подготовить жизненное пространство и обеспечить условия можно за пару недель. Долго это продлится? Кобальт и торий. Период полураспада. Я думаю, примерно сотню лет. Здесь, я думаю, это переувлечение художественное или какие-то манипуляции самого доктора Стрэнджлава, потому что наибольшую опасность представляют короткоживущие изотопы, которые быстро распадаются, но при этом очень интенсивно излучают гамма-кванты, например. А причем здесь кобальт, ну да, есть такой изотоп, продукт деления, ядер урана, например, это кобль-60 техногенный изотоп известный, который используется в медицине, дефектоскопии. Ну, а причем здесь торий, мне непонятно совершенно. То есть природный торий это слабо радиоактивный химический элемент с очень большим периодом полураспада, около 10 миллиардов лет. И его радиоактивность, ну, нужно постараться еще, чтобы ее обнаружить. Опять же, Хиросима и Нагасаки, города, которые подверглись ядерным бомбардировкам, в них сами же американцы потом проводили исследования, как быстро распадает уровень радиационного фона. Через 10 лет уже оставались только следы, насколько я помню. А от начальный период после ядерного взрыва, да, наверное, есть смысл забраться поглубже, использовать какие-то шахты, экранироваться от действия ионизирующего излучения, но при этом нужно еще позаботиться о воздухе, которым будут люди дышать, его как-то нужно очищать, то есть совсем глубоко забираться тоже нет смысла. Это кадры из фильма Тринити и что было потом, правильно? Неплохая документалка с музыкой Московского симфонического оркестра, кстати, запоминающейся по всему фильму. И здесь использованы документальные кадры, то есть вот то, что мы видим, это натурные испытания, это не художественное кино. Вот, скажем, ракеты, которые выстреливаются до ядерного взрыва, такие вертикальные следы вы видели, да, как след, как иммерсионный след от самолета. Это специально делается для того, чтобы проследить, как перемещается масса воздуха в результате ядерного взрыва. То есть каждый ядерный взрыв — это эксперимент.